Всем привет! Данный ролик был сделан при поддержке сервера GTA 5 RP Red Age номер 1. Отдельная благодарность русской мафии. В данном ролике будет показано, как я вступил в семью. Данная ситуация и данная вообще история была чисто случайностью. С получением первого уровня я работал таксистом. Я решил без заказа принять человека, чтобы его подвезти до клуба. Мы проехали 4 километра, но я взял с него всего лишь 45 баксов. На что он мне ответил, не нужна ли тебе работа получше. Я сказал нужна, только водилы, но не криминал. Он сказал хорошо без криминала. Алексей, пойдем. Спасибо. Да нет, это нет. Как тебе здесь нравится? Он может ждать, скажи мне. Да, устраивает. Борый сказал, ты водитель неплохой? Ну, доводилось его вчера завезти. Да, у нас какого-то парнялка хороший. Ну, по общению я тоже это вижу. Шампанское пьешь? Только по праздникам. Скоро Новый год, братан, не хочешь? Это так, за знакомство. Можно было. Пойдем. Я доводилось там побывать, что каждый день праздник. Это нормально. Налей тебе вон шампанское, если хочешь. Бокальчик. Я просто пью, но не хочу. Пошли. Пойдем, в общем, в дом пройдем. Это прохладно уже к вечеру. Сейчас подпишешь анкету, так сказать. Для анкеты тебя сфотографируем. Это для официального трудоустройства. Это живем с кромом, но с вкусом. Ну что, Алеша? Алеша? Что, там мозги приходят на место, нет? Сейчас подпишешь анкету, так сказать. Для анкеты тебя сфотографируем. Для официального трудоустройства. Ты понимаешь, где-то? Да. Да. Что страшно? Да. Да. Не слышу. Сейчас мы с тобой поговорим, так сказать. Кирилл. Да. Забери у него телефон. Сейчас с собой телефон есть? Да. Бушишь меня? Да. Ты парень неплохой. Я не хочу тебе навредить. Не хочу, чтобы ты думал, что сейчас что-то с тобой произойдет. Телефон тебе сейчас не пригодится и даже не думай звать на помощь. Здесь тебя никто не услышит. Веди себя нормально, как ты вел до этого себя всегда хорошо. Оставайся с собой, ничего не бойся. Ты хороший парень, хорошо делаешь свою работу. Я это очень оценил по достоинству. И так же, вот, мой товарищ, мой старший товарищ, оценил по достоинству. Вообще твоей общине. Ты себя ведешь, как ты держишься в диалоге. Нам это нравится. Нам нужны хорошие люди, надежные люди. Но, к нашему великому сожалению, ты не хочешь связываться с криминалом. Правильно я все говорю сейчас? Можно было бы... Правильно, да, я все говорю, Алеша. Я не слышу тебя. Громче говори. Еще голос дрожит. Это... Алеша. В себя преди, я все правильно сказал. До этого момента было, да. Ну вот смотри. И вот как нам решать вопрос, потому что ты не хочешь заниматься криминалом? Когда нам нужны такие ответственные люди, вежливые, как ты. Чтобы в семье не было всякого сброда. Чтобы были только надежные люди. Ну, я могу отказаться, в принципе, от своих принципов. Так или иначе, ты сейчас от них откажешься. Ты говорил, что ты приехал с Украины сюда? Угу. Родственники у тебя, да, в Украине остались? Да, брат мелкий. Брат, родители живы? Угу. Нет? Нет. Только брат, сколько брату лет? Угу. Девять. А он один где в доме, что ли? Нет, в больнице. В больнице? Что с ним? У него... Болезнь. А ты сюда на заработки приехал, чтобы его обеспечить? То есть, брат лежит в больнице, а ты здесь, да? Ну, там за ним смотрит тетя. А тетя еще есть, я говорю, родственники, родственники. Тетя еще есть, да? Да, да. Я понял. Ну, в общем, смотри, чтобы сейчас все было хорошо. Не глупить только, не хватайся за все подряд, что здесь лежит тебе, это не поможет. А я уже это понял. Все спокойно. Сейчас я сюда вот на коробку положу листик, у меня есть ручка. Подходи сюда, Леша. Сейчас будет первая твоя проверка, насколько ты любишь твою семью. Пиши, бери ручку, пиши на листке адрес больницы, где в Украине, в каком городе. Адрес больницы, где брат лежит. Домашний адрес тетя. Напишешь и потом сам прочитаешь мне с листка. Разбор чего пиши, чтобы понятно было. Все. Мне прочитать? Сейчас прочитаешь. Кирилл, посмотри, что он написал, что он сейчас прочитает. Я просто позвоню одному нашему общему гробу. Подожди. Алексей, у тебя в Польше это, конечно, как у врачонок. Ты можешь взять и продиктовать это. Да. О, больше, брат. Подожди. Да, я тут сам разберусь, как я реалью привык. Хорошо. Алло, да, да, алло, Максим. Я тебе, как всегда, по старому вопросу. Нужно сейчас адресочек пробить и людей, которые хотят назову имена, фамилии. Украина на этот раз. Ну, да, братский народ. Ты интересуешься, да? Ну, в общем, записывай. Диктуй давай. Город Одесса. Город Одесса? Приморская областная больница. Дом 5, квартира 11. Дом 5, квартира 11. Как ты эту зовут? Дай по этому адресу тоже посмотри, поинтересуйся. Перезвони, когда будет информация. Давай только в прочайшие сроки. Забери листок и бери пальто. Так, ну что, Алексей, Алеша, сейчас мы посмотрим, насколько ты правдив с нами, честен. И сколько ты ценишь свою жизнь. Если ты все будешь делать правильно, поверь мне, никто не пострадает. И твои близкие, которых у тебя, к сожалению, не очень много. Ну, немного. И ты сам. Алло. А, Максим, ты уже? Да. Ну что там? А, есть такие, да? Есть пацан. Ага. И четка есть. А, на нее квартира, да? И проживает по месту. Ага. Я понял. Ну, как всегда, ты знаешь, моя благодарность. Людям передай тоже, что хорошо поработали, оперативно. Как всегда, выше всяких похвал. Ну, все, все, родной, спасибо тебе, давай, по связи, да. Алеша, повернись ко мне. Ты молодец, Алеша, ты хороший парень. Ты любишь свою семью, а у нас это еще больше ценится, чем просто быть адекватным, хорошим человеком, порядочным. Ты можешь не беспокоиться, твоя семья не пострадает, и деньгами поможем. И братишку вылечим, на ноги поставим. И вообще, я с этого момента хочу тебе сказать, что твоя семья в разы увеличилась. У тебя было всего лишь два родственника. Я очень сочувствую, что ты рано потерял родителей. Но с сегодняшнего дня, сегодняшние даже уже ночи, я бы сказал, ты обзаведешься большой семьей, большой и надежной семьей. Каждый из членов этой семьи за тебя голову на отсечение отдаст. Но цена у этого тоже немала. Ты, в свою очередь, должен будешь отвечать тем же, отвечать взаимностью и за своих земляков, за своих братьев и сестер и идти до конца. И в случае того, если ты как-то поведешь себя неправильно, обратишься в полицию, подставишь кого-то из семьи. Мы про тебя сейчас очень много знаем информации. И ты не отделаешься просто тем, что пострадаешь ты, потому что у нас очень длинные руки. Пострадают и немногочисленная твоя родная семья. Вильно к ему сожалению. Ты не хотел связываться с криминалом, но криминал хотел очень связаться с тобой. Я это понимаю. Ты слышишь меня? Да, да. Иди себя порядочно, оставайся порядочным человеком. Всегда и везде. И можешь быть уверен, что ты никогда не останешься в беде, и кто тебя не оставит в беде. И твои родные и близкие там в Одессе будут жить в достатке. Всегда и здоровы. Не этого ли ты хочешь больше всего на свете? Да. А? Да. Ну, тогда поздравляю, брат. Ты в себе. Позволи, я тебя обниму, и обними меня в ответ. Красавчик, я в тебе не разочарован. Я был уверен, что ты порядочный парень. Кирилл, брат. Да. Отведи или отвези Алексея к старшим, как ставь предполагаем. Это Алексей, пройдет. Теперь это один из членов нашей семьи. Продолжение следует...